добрый день с вами вновь анна сегодня я хочу сделать видео обзор своих неоформленных работ выполненных техники алмазной мозаики эти картины сделаны летом осенью текущего года и я их еще нигде не засветила ни в каких видео ни в каких обзорах в общем никому еще не показывала наборы для выкладки я приобрела на интернет площадке вайберис это дизайны российских производителей по тематике можно разделить на природу и котиков вот с котиков и начнем но котики бывают разные у нас ведьмин котенок производитель алмазная живопись размер работы 40 на 50 выполнена круглыми стразами и и сюжет такой посмотрите фэнтезийный хэллоуинский как только я на сайте увидела вот этого котика поняла хочу 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 его выкладывать прямо сейчас тут же приобрела и отложив другие работы стала выкладывать ну посмотрите какая милота ведьминской то шляпе и брелок у него на ошейнике в виде тыквочки вообще здесь присутствует весь антураж хэллоуина и тыква с горящей пастью и зловещие атрибуты на заднем плане и котенок посмотрите сидит на гримуаре ведьмы но очень страшно вообще как бы ощущение от картины очень позитивное такое умильное выкладывалась работа это очень легко буквально на одном дыхании естественно я боялась что картина будет темной так как в наборе преобладали темные тона в камнях но за счет наверно ярких пятен картина смотрится очень гармонично и вообще здорово все получилось я очень довольна картина мне это очень нравится следующая работа которую хочу вам представить это вот такой дизайн от диаманта называется просто орел работа это довольно большая на подрамнике подрамник у нас такой жесткой основой вот такой размер 40 на 50 выкладывается эта картина круглыми стразами работа в принципе несложная есть большие участки которые выкладываются одним цветом но эффект создаваемый просто великолепен посмотрите какой колоритный орел в лучах восходящего солнца прекрасная картина мне очень нравится еще дизайн подпродуман так что создается ощущение что картина полностью у нас закончена и даже оформлена в раму на холсте рама просто нарисована так что правильнее наверное говорить что это частичная выкладка так как у нас есть элементы дизайна которые не выкладываются камнями а нарисованы на холсте эту картину как и любую алмазную мозаику лучше всего рассматривать издалека тогда она вам полностью раскроется следующая работа которую я хотела бы вам сегодня показать это ромашки ромашки от пикассо работа 30 на 40 сантиметров выполнена на круглыми стразами ну и что я могу сказать это мое главное разочарование то что было на картинке очень сильно отличается от уже выложенной работы у нас просто банально слились цвета ромашек и горизонта ромашки здесь выкладываются камнями буквально на тон светлее чем линия горизонта поэтому получились просто такие невнятные светлые пятна напоминающие цветы на переднем плане и что-то там вдали на втором плане посмотрите причем у производителя на сайте помимо рекламного фото есть еще фото выложенной работы и она тоже отличается того что получилось у меня после выкладки вообще я считаю что лепестки ромашек должны быть более контрастного белого цвета и тогда картина ну просто заиграет а сейчас что получилось то получилось напоследок хочу показать вам вот эти две картины про ежиков ежики получились просто шикарнейшие первая работа производитель алмазная живость называется ежик в лесу это небольшая работа здесь 40 на 30 сантиметров и 38 цветов используется выкладывается картина квадратными стразами картина получилась очень сочная очень яркая очень детализированная ее можно рассматривать и вблизи вот как мы рассматриваем обычную нарисованную картину и издалека чтобы можно было увидеть всю композицию здесь прекрасно проработаны детали и на первом плане и в глубине у кромки леса видно что со схемой отлично потрудились не просто прогнали фото через программу и готово здесь художник не поленился по заморачивался над схемой сделав ее идеальной обратите внимание как шикарно смотрятся травинки листочки грибочки в корзиной а ежик вообще великолепен каждая иголочка видна как настоящая картина получилась изумительная и выкладывалась она с удовольствием ну и продолжая тему ежиков хочу вам показать вот этого ежика от компании грани размер этой работы 40 на 50 сантиметров используется 30 цветов и картина выложена круглыми стразами сюжет на первый взгляд очень похож на предыдущего ежика вот так расположим смотрите на самом деле эти две работы очень сильно отличаются между собой это как знаете два режиссера ставят одну и ту же пьесу по одному и тому же сценарию но спектакли в итоге получаются абсолютно разные здесь та же самая история на одной картине действие происходит утром солнечным утром на второй картине это уже вечер сосновый лес светлый солнечный и смешанный лес с елями грибы корзинка все разное и главное герои тоже даже взгляд у них разный объединяет эти две работы конечно же сюжет но еще что немаловажно это проработанная схем вот здесь два разных производителя но схема у них великолепны вообще мне очень нравится что большинство российских производителей делают качественные схемы естественно за это они берут дополнительные денюжки и получается что наборы от российских производителей стоят дороже чем китайский с алиэкспресс но мне кажется что соотношение цена качество вполне приемлемо поэтому мне много наборов и от российских производителей с удовольствием их покупаю особенно когда пара скидок наступает вот тогда да ну и напоследок хочу признаться вот эту работу ежика в еловом лесу выкладывала не я ее делала моя мама она большая молодец несмотря на возраст решила заняться чем-то новым интересным сделала такой замечательный подарок для моего брата ну то бишь своего сына он живет далеко у моря а этот еловый лес в точности такой же как вокруг нашей тачи под минском надеюсь ему понравится и будет приятно на сегодня все если вам понравилось видео обязательно оцените его лайком пишите свои комментарии какие картины есть у вас как часто вы собираете коллекционируете либо же дарите в подарок подписывайтесь на мой канал чтобы ничего не пропустить увидимся ваша анна пока пока